Вильгельм Буш Иисус – наша судьба Глава 14 Можно ли иметь ясность в религиозных вопросах? Можно с уверенностью сказать, что в религиозных вопросах нет ясности. Религия – это вечный поиск. Поиск Бога. Поиск, что означает постоянную тревогу и неуверенность. А Евангелие – это уже нечто совсем иное. Здесь как раз наоборот. Бог ищет нас. Поэтому лучше всего вопрос поставить так. Есть ли в христианстве уверенность в спасении? Первое. Мы позволяем себе крайне неопределенное отношение к Богу. Вначале я должен сказать, что мы – современные люди, в сущности, очень смешны. Если у солидного человека появляется пустяковая болячка, он сразу бежит к врачу. «Господин доктор, мне так больно. Что это такое? Нам хочется точно узнать, что с нами». Или на другой случай. Одна семья ищет служанку, и вот она находится. Хозяйка показывает отведенную ей комнату, в которой есть горячая и холодная вода, телевизор, и объясняет, что один день в неделю у нее будет свободным. «Это хорошо, – говорит девушка, – но я хотела бы знать свой заработок». «На что хозяйка говорит?» «Насчет этого мы договоримся. Сначала бы мне хотелось видеть, как вы справляетесь со своими обязанностями». «Нет, нет, – отвечает девушка, – я не согласна. Я сразу хотела бы знать, что вы мне будете платить. Права ли девушка?» «Конечно, права. Когда мы устраиваемся на работу, то самым важным для нас вопросом является заработок. В денежных вопросах мы не терпим неясности. Да, во всех вопросах мы хотим знать истинное положение дел. Только в самой важной области, а именно по отношению к Богу, нас, как ни странно, удовлетворяет полная неясность». Много лет назад я проводил собрание в Аугсбурге, в палатке на площади, где обычно бывает ярмарка. Организаторам пришла в голову великолепная идея. В связи с тем, что по субботним вечерам во всех ресторанах царит буйное веселье, они решили провести собрание в 12 часов ночи, в субботу. Заранее об этом не извещалось, так как иначе пришли бы те милые и любопытные христиане, которые были на этом собрании нежелательны. Мои друзья на машинах ночью собрали всех ночных гуляк, которые возвращались из ресторанов, которые закрывались около 12 часов, официантов, возвращавшихся домой, девиц из баров. Автомашины непрерывно подвозили к палатке людей. И когда я в 12 часов выступил на помост, передо мной оказалось собрание таких людей, которых мне приходилось редко видеть. «Прекрасно! Многие были под хмельком. Один из них сидел как раз передо мной, и это китолстяк с окурком во рту. Он даже шляпу не снял. Я подумал, как все хорошо удалось. И начал свою речь. Когда я первый раз назвал имя Бог, то этот толстяк шляпой выкрикнул. «Так! Его же нет!» И все засмеялись. Я наклонился к нему и спросил. «Вы уверены, что Бога нет?» «Совершенно уверены!» Он почесал себе затылок так, что шляпа поползла вперед, передвинул окурок в противоположный угол рта и, наконец, сказал. «Точно об этом никто ничего не знает!» И тогда я засмеялся толстяку прямо в лицо. «И все же я знаю об этом совершенно точно!» «Ну, возразил он, «Откуда вы совершенно точно знаете, что есть Бог?» Тогда я объяснил ему, что через Иисуса я совершенно точно знаю о Боге. После этого в собрании воцарилась полная тишина. «Имеете ли вы уверенность по отношению к Богу?» Я спрашиваю христиан, уверены ли вы, что ваши грехи прощены, что ваши долги не вспомнятся, так как за все уплачено сполна. И что я слышу в ответ? «Да, я надеюсь!» Поймите меня правильно. Это же смешно, что христиане, подобно язычникам, удовлетворяются такой неопределенностью и неуверенностью по отношению к Богу. Если бы я сейчас пошел по городу и спросил бы любого человека, «Верите ли вы в существование Бога?» то последовал бы ответ. «Да, вероятно, он есть. И если бы я предложил, принадлежите ли вы ему, то, скорее всего, услышал бы. Не знаю». Какую нестыханную неясность позволяют себе в этой области солидные люди? Вот что пришлось пережить недавно одному из моих друзей. Он студент и во время каникул заработал себе деньги в качестве подсобного рабочего настройки. Однажды его коллеги узнали, что он принимает активное участие в труде евангельской молодежи. Начались насмешки. «Эй, ты тоже относишься к молодежи пастора Буша?» «Да». «И ты по воскресеньям ходишь в церковь?» «Конечно». «Каждое воскресенье?» «Да, каждое воскресенье». «Каждое воскресенье?» «Ты что, сумасшедший?» «Нет, я еще на неделе посещаю библейские часы». «Да ты действительно помешанный человек?» И со всех сторон на него обрушились издевательства. Попы делают людей дураками. Христианство оказалось несостоятельным, хотя и существует уже более двух тысяч лет. Библия – это сущий вздор. Короче, на молодого человека изливается поток глумления. Но он был, как говорится, толстокожим, как слон. И все спокойно вытерпел. Когда эти парни унились, они сказали, «Да, если вы все так относитесь к христианству, то можно предположить, что из вас никто не является членом церкви». Вокруг воцарилось молчание. Потом один пожилой человек возразил, «Что ты хочешь этим сказать?» «Я ведь тоже верю в Господа Бога». «Ты думаешь, что лишь ты христианин?» «Я тоже христианин. Я тоже верю в Бога». И тогда все заговорили, «Вообще, что у тебя за манера, что ты считаешь себя лучше нас?» «Мы тоже христиане. Мы тоже верим в Господа Бога». Тактика моментально изменилась. Они все кричали в унисон. «Мы тоже верим в Господа Бога. Мы тоже христиане». Когда они утихомерились, мой друг их спросил, «Почему же вы тогда смеетесь надо мной?» И услышал ответ, «Ах, ты настолько дурачишь, с тобой невозможно разговаривать». «Понимаете?» «Солидные строители, которые, попотев изрядно на работе, могут без труда выпить несколько бутылок пива, вначале с большим шумом высмеивают христианство. Но потом вдруг до них доходит, «Подожди-ка, мы ведь тоже христиане». «Разве это не потрясающе, что по отношению к Богу люди позволяют себе иметь такую неопределенность?» «Мы выдаем себя то за язычников, то за христиан. Разве я не прав?» «Я убежден, что большинство из вас тоже находятся в такой же неопределенности и неясности». Второе. Библия говорит о лучезарной уверенности. «Вы, возможно, удивленно спросите меня, пастор Буш, разве христианская вера может иметь что-то общее с уверенностью? Не в том ли суть христианской веры, что в ней ничего нет неопределенного, а все надо брать верой?» «Недавно мне опять напомнили об одном из речений, которое мне в своей жизни приходилось слышать довольно часто. То, что дважды два четыре, мы знаем точно, но в христианстве все равно ничего точно не узнаешь, так как все основано на вере. В итоге у нас получается представление, что по отношению к христианским истинам нам следует свой разум упаковывать чемодан или сдать в гардероб и устремиться верой в неизвестность. Таково убеждение многих. Иногда мне высказывают еще и такое. «Вы христиане, ведь и между собой не имеете единства. У вас есть католики, евангельские христиане и так далее. А среди евангельских есть лютеране, реформисты и так далее. Кто же прав?» Я думаю, что даже христианство в сущности своей убеждено, что христианская вера является самой неуверенной и неопределенной. Но это великое заблуждение. Видите ли? О том, что представляет собой христианство, можно узнать только из Нового Завета. А в нем каждая строчка исполнила лучезарной уверенностью. Докажите мне, что это не так. Поэтому смешно, когда христиане живут такой неясности. Но дело здесь не в христианстве. Нет. Весь Новый Завет исполнил лучезарной уверенностью. Я вам это кратко поясню. Новый Завет выражает полную уверенность в том, что Бог жив. Не высшее существо, не привидение, не судьба, но Бог, Отец Иисуса Христа, жив. Откуда мы это знаем? Он открылся в Иисусе. Теперь нам это точно известно. Откройте Библию в любом месте и увидите, что там вовсе не решается религиозная проблема. Но утверждается, что Бог жив. Он открылся в Иисусе. А человек, живущий без Бога, живет неправильно, превратно, бессмысленно. Там также с уверенностью сказано, что Бог, который может уничтожить народы, который будет их судить, горячо любит меня. И это не предполагается, но недвусмысленно сказано в послании к римлянам, в 8 главе. Я уверен, обратите внимание, уверен, что ни смерть, ни жизнь не могут отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Любовь Божия явилась к нам в Иисусе. Мы не предполагаем это, а точно знаем, как проявляется любовь Божия. Он возлюбил нас в Иисусе. Ученики Иисуса поют «Хвала святой любви Отца, пославший к людям мир Христа». Знаете ли вы об этом? Имеете ли вы об этом хоть малейшее представление? Библия повествует о людях, уверенных в том, что они принадлежат Богу. В 48-м псалме Давид говорит «Бог избавит душу мою от преисподней, когда примет меня». Там не сказано «Я надеюсь, что Бог избавит мою душу», но с уверенностью говорится «Бог избавит душу мою». Или еще «Бог избавил нас от власти тьмы и вел в царство разлюбленного Сына Своего». Ученики Иисуса пережили изменения своей личности. Они изменились через Иисуса и знают об этом. Еще сказано «Мы знаем, что мы перешли от смерти в жизнь. Мы знаем». Можете ли вы так сказать? Или «Дух, его свидетельствует нам, что мы являемся детьми Божьими». Так и написано «Являемся». В Библии все очень ясно. И откуда в нашем народе появилось это бессмысленное изречение? То, что дважды два четыре я знаю точно. Но христианцы все равно точно ничего не узнаешь, потому что все основано на вере. То, что дважды два четыре я знаю точно, но еще больше я уверен в том, что Бог жив. Люди, которые обратились к Богу, говорят «Дважды два четыре это мы знаем, но мы гораздо более уверены в том, что стали детьми Божьими». А теперь я спрашиваю вас, где в современном христианстве можно встретить такую лучезарную уверенность? Где? Это является признаком того, что мы немного удалились от Библии и нам необходимо снова к ней приблизиться. Я призываю вас не удовлетворяться с частицей христианства. В этом нет никакого смысла. Смысл имеет только чисто библейское христианство. Только такое христианство имеет настоящую цену. Быть уверенным в том, что Бог жив, что Он меня горячо любит и что я могу Ему принадлежать. Вот в чем ценность. Все остальное не имеет никакой цены. И так же лучезарная уверенность звучит со страниц сборника духовных песен. К примеру, «Господь наш щит и упование, твердыня наша и скала». «Он дал нам мир и оправдание, Он избавитель от греха и зла. Или я знаю, да я знаю, что жив спаситель мой, что им я обретаю дар жизни неземной. Или еще, я знаю, в кого я верю. Ничто меня с Христом не разлучит, и Он мне спасение вручит в день, когда опять придет». Позвольте мне вам опять рассказать об этом еще в другом аспекте. Христианская уверенность означает объективно знать, что Бог жив, что Его откровение в Иисусе является истиной, даже если ее отрицает весь мир, что Иисус ради примирения умер и воскрес, чтобы спасти грешников, даже если этим никто не воспользуется. Но христианская уверенность означает и субъективное знание того, что Бог жив и явился в Иисусе, «Умер и воскрес», что я лично для себя принял твердой верой. И если 10 тысяч профессоров убеждают одного молодого человека в том, что Иисус не воскрес, то он может свидетельствовать. «Уважаемые 10 тысяч профессоров, я знаю, что Искупитель мой жив. Если весь мир будет ему претеворечить, то вера будет убеждать. Я знаю, в кого я верю. Если вы приведете мне массу научных опровержений, то я отвечу. Я знаю об этом лучше. Если бы весь мир сомневался, то я бы сказал, «Я в этом уверен». Друзья мои, вот какой определенно является христианская вера, которая нам предлагается в Библии. Третье. А вы имеете уверенность? А теперь я обращаюсь к вам с вопросом. Есть ли у вас такая уверенность? Или вам ее не достает? Если бы вы сказали, «Я считаю себя христианином, но им еще не являюсь, ведь у меня еще столько неясного, тогда моя речь не напрасна». Я вспоминаю о времени, проведенном мной однажды на досуге с молодыми людьми в Голландии. «В два часа ночи в мою дверь постучали. Когда я открыл, то увидел целое общество в пижамах. Что вы хотите?» спросил я. Один из них ответил. «Мы считали себя христианами, но теперь заметили, что еще не достигли этого. Это их так стревожило, что они в два часа ночи захотели получить ясность. Очень ценно, когда мы осознаем, что все наше христианское состояние еще очень далеко от той лучезарной уверенности, которую нам показывает Библия». Сперджин, замечательный английский проповедник, однажды выразился об этом так. «Вера – это шестой орган чувств. Вы знаете, что мы имеем пять органов чувств, при помощи которых познаем мир. Орган зрения, слуха, ощущения, вкуса и обоняния. При помощи этих пяти органов чувств мы можем познать наш трехмерный мир. Человек, который живет только органами чувств, спрашивает, «Где же Бог? Я его не вижу. Иисуса я тоже не вижу. Я всему этому не верю». Но если Бог нас просвещает посредством Духа Святого, тогда мы получаем шестой орган чувств. Тогда мы можем не только видеть, слышать, ощущать, чувствовать вкус и запах, но можем познать и другой мир. В Библии говорится, «Жизнь вечная заключается в том, что люди признают тебя, единого истинного Бога и того, которого ты послал, Иисуса Христа». Это возможно с помощью шестого чувства. Недавно я был в Эссене у одного крупного промышленника. Его резиденция находилась в высотном служебном здании, откуда можно было обозревать полгорода. Пройдя через несколько приемных, я, наконец, сел напротив него. Быстро покончив с делом, он сказал в беседе со мной, «Мне интересно иметь у себя на приеме пастора». «После войны я тоже посещала иногда занятия по религии, но все же у меня сложилось мнение, продолжайте, продолжайте, помогаю я ему, у меня крепкие нервы. У меня сложилось мнение, продолжал он, что христианство – дело очень неясное. Нам читали лекции на тему христианина экономика, христианина вооружения, христианина и разоружения, христианина деньги, христианина его церковь, но никто мне еще не рассказал, что же собой все-таки представляет христианин. Очевидно, эти люди сами не знают». И вот я сижу в этой прекрасной канцелярии, принимая такой вызов прямо в лицо. «О», – возразил я, – «вы заблуждаетесь?» Последовал удивленный вопрос. «Вы можете мне сказать, что собой представляет христианин?» «О да», – ответил я, – «я расскажу вам об этом коротко и ясно. Здесь нет ничего неясного». «Ха-ха-ха», – усмехнулся он. «Один говорит, что христианин тот, кто не вступает в конфликт с полицией. Другой говорит, что христианин тот, кого крестят и хоронят в церкви. Но я продолжал. «Господин генеральный директор, я вам скажу, что собой представляет христианин. Только вы держитесь покрепче. Христианин – это человек, который может сказать из глубины своего сердца. Я верю, что Иисус Христос – истинный Бог. «Рожденный Отцом Вечности, истинный человек, рожденный Девой Марии, является моим Господом, искупившим меня, погибшего и обреченного человека. Господин генеральный директор, вас, погибшего и обреченного человека». Он утвердительно кинул. Он все понял. «Хорошо», – сказал я. «Который искупил меня, погибшего и обреченного грешника, приобрел и освободил меня от всех грехов, от смерти и от власти дьявола». Господин генеральный директор приобрел и освободил от власти дьявола. Он опять кивнул. Об этом он кое-что знал, а я продолжал. «Не золотом и серебром, но своей святой драгоценной кровью и своими безвинными страданиями и смертью, чтобы я ему принадлежал. Вы слышите?» «Кто может сказать, я принадлежу Иисусу? Он искупил меня, свою кровью от греха, смерти и ада, и я в этом уверен». «Тот и является христианином», господин генеральный директор. В кабинете на мгновение стало тихо. Затем он спросил, «А как мне этого достичь?» «Как мне это достичь?» Я ответил ему, «Послушайте, я только что от вашей секретарши узнал, что вы уезжаете в отпуск. Я сегодня же после обеда пришлю вам новый завет, возьмите его с собой и ежедневно читайте отрывок из Евангелия от Иоанна и молитесь об этом. Тогда только вы этого достигнете». Поймите меня правильно, христианство, как оно изображено в Новом Завете, твердо и уверено в том, что объективные истины действительно являются истинными, и что я могу достичь, это субъективную веру и получить спасение. Есть ли такая уверенность у вас? Я бы не смог жить, будучи неуверенным в том, что он меня принял. «Однажды я спросил одного молодого человека, «Ты любишь Иисуса?» «Да». «Ты знаешь, что он тебя принял? Ты являешься его достоянием?» «Да, но в этом я точно не уверен». «У меня еще столько борьбы?» «Слушай, я бы так жить не смог», сказал я. «Я же должен знать, принял ли он меня?» «О вы, сомневающиеся христиане, вы, которые точно знаете свое финансовое состояние, но о Боге ничего не знающие. Вы же вовсе не христиане». Согласно Новому Завету, христианами являются те, которые могут сказать «Я верю, что Христос стал моим Господом». К этому я должен добавить небольшую историю, которую вы, возможно, знаете. Генерал Фибан рассказывал, как он во время маневров, проезжая верхом на коне через лес, зацепился за ветку и порвал себе мундир. Для генерала такой вид был неприличен, и поэтому, увидя нескольких солдат при въезде в село, где они были расквартированы, он остановил коня и спросил, «Есть ли среди вас портной?» Один из них подбежал ближе, встал по стойке смирно и трапортовал. «Так точно, господин генерал, я портной». Генерал фон Фибан приказал, «Тогда придите в мою квартиру на постоялый двор и почините мой мундир». Но солдат ему ответил, «Я не смогу это выполнить». «Почему вы не можете?» «Вы же портной?» «Простите, господин генерал, моя фамилия портной». Но я не портной. Рассказывая об этом, генерал фон Фибан так прекрасно добавил, «Точно так же можно сказать и о большинстве христиан. В анкетах в строке «Религия» можно прочесть «Христианин», «Евангелевский». А в действительности следовало бы сказать, называюсь христианином, но не являюсь им». И какое жалкое и опасное состояние, ведь оно свидетельствует о том, что человек не спасен. Четвертое. Как можно достичь уверенности? Вы меня спросите, как можно достичь уверенности? Об этом можно многое сказать. Просите об этом Бога. Начните постоянно читать Библию, хотя бы ежедневно, четверть часа. Но еще я вам должен сказать нечто очень важное. Путь к утверждению веры проходит не через разум, но через совесть. Видите ли, когда заговариваешь с людьми христианстве, то сразу слышишь слова. Но я не могу верить, господин пастор. В Библии так много противоречий. Противоречий, удивляюсь я. Да, например, там говорится, что у Адама и Евы было двое сыновей. Каин и Авель. Каин убил Авеля и пошел в чужую страну, где нашел себе жену. Но если бы они были единственными людьми, то как же он мог найти себе жену? Господин пастор, этого я не могу понять. Вы уже слышали эту историю? С помощью этой истории немцы пытаются спастись от Бога. Обычно в таких случаях я говорю, вы сообщаете интересные вещи, вот вам Библия. Где-то написано, что Каин пошел в чужую страну и нашел там себе жену. Они обычно краснеют, а я продолжаю. Если вы отвергаете Библию, через которую веровали тысячи порядочных людей, и таким образом считаете себя более порядочными, то вы, видимо, основательно изучили Библию, где об этом написано. Тогда я открываю это место сам, и там написано совсем иначе. А именно, что Каин пошел в чужую страну и познал Каин свою жену. Он пошел в чужую страну вместе со своей женой. Кто же была его жена? Немногим выше написано, что у Адама и Евы было много сыновей и дочерей. Значит, это была одна из сестер Каина. В Библии ясно сказано, что Бог хотел, чтобы из одного рода произошли все поколения людей. Поэтому вначале браки были внутрисемейные, но позднее Бог запретил такие браки. Все ясно? Все. Я доказал, что все эти глупые разговоры несостоятельны, но вы думаете, что этот человек уверовал? Нет. Об этом и речи не может быть. Он тотчас же приготовил новый вопрос. Господин пастор, скажите-ка. И дальше в том же духе. Становится ясным, что я мог бы такому человеку ответить на сотни тысяч вопросов, но он остался бы таким, как и прежде. К вере приходит не через разум, а через совесть. В Эссене моим предшественником был пастор и проповедник Юлиус Дамман. Однажды к нему пришел молодой человек и тоже задавал вопросы о жене Каина и тому подобное. Но Дамман оставил его несолоно хлебавший и сказал, «Молодой человек, Иисус Христос пришел не для того, чтобы отвечать на каверзные вопросы, но чтобы спасти грешника. И когда вы станете бедным грешником, то приходите снова. Люди, которых совесть осуждает, люди, которые знают, что их жизнь не в должном порядке, что они не могут с ней справиться, могут научиться верить в Иисуса. Понимание обязательно придет несколько позже. Однажды со мной произошел случай, о котором я должен сейчас рассказать. Я пришел в больничную палату, в которой лежала шерсть серого мужчин. Они радостно воскликнули, «А, господин пастор, как хорошо, что вы пришли. У нас к вам вопрос». «О, вопрос очень милый. Какой?» Я заметил, что они приготовили мне ловушку. Один из них спросил, «Вы же верите, что Бог всемогущ?» «Да, я верю этому». Тогда возникает вопрос, «Может ли ваш Бог сотворить такой тяжелый камень, который он сам поднять не в силах?» «Вам соль вопроса ясна?» «Если я скажу «да», то Бог не всемогущ. «Если я скажу «нет», то Он тоже не всемогущ». С минутой я размышлял о том, разъясните мне ему суть дела, но он мне показался слишком глупым, чтобы понять это, и я задал встречный вопрос. «Молодой человек, позвольте мне прежде спросить вас, мучило ли вас по поводу этого вопроса бессонница?» «Бессонница?» спросил он, недоразумевая. «Нет». Тогда ему сказал, «Видите ли, я должен беречь свои силы, потому что я отвечаю только на те вопросы, из-за которых люди теряют сон». «Будьте добры, молодой человек, скажите мне, по какой причине у вас бывают бессонные ночи?» На это он без промедления ответил, «Ах, из-за моей девушки». «Она ожидает ребенка, а пожениться мы еще не можем». «Так», говорю я, «поэтому у вас бессонница». «Тогда об этом и поговорим». «Но разве у этого вопроса есть что-то общее с христианством?» удивился он. «О, сказал я, тот камень с христианством не имеет связи, а вот дело с вашей девушкой имеет прямую связь». «Видите ли, вы провинились, вы приступили к божьей провидению, вы обманули девушку, и сейчас вы размышляете о том, как бы вывернуться из создавшегося положения?» «Вы запутались в проступках и грехах. Вам можно помочь только в том случае, если вы обратитесь к живому Богу, покаетесь и скажете «Я согрешил». Тогда Спаситель будет рядом и поможет вам». Молодой человек слушал, и вдруг ему стало ясно, что Иисус интересуется его отягченной совестью. Иисус может ему помочь, он является спасением его безысходной жизни. Вы правильно меня поняли? То, что он хотел посечь умом, превратилось в глупый разговор, но когда коснулось его совести, то его вдруг осиял свет. Вам это понятно? Мы обретаем уверенность в своем спасении не из ответов на каверзные вопросы, но когда мы послушны голосу совести и признаемся, «Я согрешил». Тогда мы можем увидеть Иисуса, висящего на кресте. И тогда лишь мы можем услышать «Тебе прощены все грехи», а затем получить уверенность «Он принял меня». Этот путь идет через совесть, но не через разум. Итак, если хочешь иметь уверенность в спасении, то если так можно выразиться, приходится рисковать. В церквях окна часто состоят из цветных стекол. Если вы их увидите днем снаружи, то они выглядят черными, а их свет едва угадывается. Но стоит вам войти в церковь, как они вспыхивают яркими красками. Такое же положение с христианством. Пока я за ним наблюдаю извне, ничего не могу понять. Все кажется темным. Рискну-ка я, войду, познакомлюсь с Иисусом. Я должен довериться Иисусу, и все станет ясным. Один только шаг и смерти в жизнь, и сразу все христианство становится понятным. Однажды Господь Иисус проповедал, и Его слушали тысячи людей. Но вдруг Он произнес страшные слова. Такими, как вы есть, вам не войти в Царствие Небесное. Вы должны родиться свыше. Ваша природа, даже самая лучшая, не годится для Царствия Божьего. После чего некоторые мужчины встали и сказали «Пойдем-ка отсюда, это же бессовестная речь!» И трое мужчин ушли. Это увидели шесть женщин, они рассудили. Мужчины ушли, пойдемте и мы. И тоже ушли. Это заметили несколько парней. Мужчины ушли, женщины ушли, нам тоже надо уходить. Постепенно толпа редела. Это должно быть ужасно. Я представляю себе, как бы это выглядело, если бы во время моей проповеди слушатели вставали и постепенно уходили. И вдруг я остался бы один с несколькими верными друзьями. Так произошло с Иисусом. Ужасно. Ведь он остался один. Тысячи людей ушли во время его проповеди. Они не хотели его слушать. Только двенадцать учеников остались с ним. Если бы я был Господом Иисусом, я стал бы их упрашивать. Ах, останьтесь хоть вы со мной, хоть вы мои верные друзья, но не оставьте меня. Но Иисус поступает иначе. Знаете, что Он говорит? Он говорит, и вы можете уходить, если желаете. В Царстве Небесном нет принуждения. Царство Небесное является единственным царством, в котором нет полиции. Царство Небесное является самым добровольным из всех существующих. И вы можете уйти. Пожалуйста. Так Иисус сказал Своим ученикам. Ученики тоже хотели уйти. Если ушло шесть тысяч человек, то у них могли бы возникнуть такие же желания. Ученики, возможно, тоже ушли бы. Тем более, что Господь Иисус сказал, «Пожалуйста, идите». Он широко раскрывает перед ними дверь. И вы тоже можете, и вы тоже можете идти в погибель, как хотите. Но тут Петр поразмыслил, «Куда же мне идти? Куда? Жить в труде и потужить в грязи греха и в конце концов оказаться в дверях ада? В этом нет смысла». Вдруг его взгляд упал на Иисуса. Ему стало совершенно ясно, смысл имеет только одна единственная жизнь, жизнь с Иисусом. И он говорит, «Куда же нам идти, Господь Иисус? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Мы уверовали и познали. Слышите? Уверенность, что Ты – Христос, Сын Бога Живого. Мы останемся лишь с Тобой». Друзья мои, так постигается уверенность. Испытывая разные пути жизни, мы приходим к выводу, «Иисус – единственный шанс для нашего спасения». О, как мне хотелось бы, чтобы и Вы получили такую лучезарную уверенность. мы уверовали и познали, что Христос – Сын Бога Живого. В заключение я хочу еще сказать несколько слов специально для всех тех, кто делал первые шаги веры, кто отдал свое сердце Иисусу, но все же говорит, «Я не имею уверенности в спасении. Как мне ее достичь?» «Я все еще вижу множество грехов в своей жизни». Этим душам, всерьез принимающим весть о спасении, я хотел бы сказать, «Неужели Вы думаете, что уверенность в спасении можно иметь, лишь будучи совершенно безгрешным?» «Тогда Вам место на небе. Кровь Иисуса Христа до последнего дня, вплоть до последнего вздоха, нужна мне для прощения грехов». История о заблудшем сыне Вам известна. Он пришел домой и сказал, «Я согрешил». И отец принял его и устроил пир. «Теперь я себе представляю такую картину. На следующее утро сын нечаянно роняет чашку на пол. С тех пор, как он находился со свиньями, он отвык от сервированного стола и нечаянно роняет со стола чашку. Когда она со звоном разбилась, он вырогался. «Как Вы думаете, прогонит ли его отец со словами, марш, отправляйся к своим свиньям?» «Неужели Вы так считаете?» «Нет». Напротив, отец скажет, «Кто принят, тот принят». Он объяснит ему. «Сын мой, давай не будем так поступать. Будем стремиться к тому, чтобы ты с чашками за столом обращался осторожнее, не ругался и постепенно привыкал к обычаям нашего дома. Но он ни в коем случае не отослал бы его назад к свиньям. Послушайте внимательно. Когда человек посвящает себя Иисусу, он к своему ужасу убеждается, что старая его природа все же существует. Еще существует поражение. Но если Вы после обращения терпите поражение, то не отчаивайтесь сразу. Не становитесь на колени, молясь. Во-первых, «Господи, я благодарю Тебя, что все еще принадлежу Тебе». Во-вторых, «Прости мне и омой кровь своей». В-третьих, «Освободи меня от моей старой природы». Но, во-первых, «Господи, благодарю Тебя, что я все еще принадлежу Тебе». Вы поняли меня? Уверенность в спасении заключается в том, что я знаю, я пришел домой и теперь борюсь за освящение. Как постоянный житель этого дома, а не временный, который то приходит, то уходит. Когда проповедую, что спасение нужно приобретать вновь каждый день, то такая проповедь ужасна. Моим детям вовсе не нужно каждое утро приходить ко мне и спрашивать, «Папа, можно нам сегодня снова быть Твоими детьми?» Они являются моими детьми. А кто стал Детем Божьим, тот является Детем Божьим и теперь стремится к святости, как Дитя Божие. Итак, я вам от всего сердца желаю иметь лучезарную уверенность Детей Божьих. Детя Божьих. Продолжение следует... Продолжение следует...